Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваши программа по существу. И я ее ведущая Татьяна Трофимова. У нас в гостях сегодня глава администрации города Новочебоксарска Сироткин Александр Валерьевич. Здравствуйте, Александр Валерьевич! Буквально вчера в Новочебоксарске подвели итоги социально-экономического развития. Прошлый год выдался непростой в экономическом плане. Главные ваши достижения и задачи на будущий год в двух предложениях, Александр Валерьевич. Добрый вечер! Действительно, год выдался непростой. Наверное, основные трудности были связаны с исполнением бюджета, с исполнением указов президента Российской Федерации майских по увеличению оплаты труда работникам бюджетной сферы. Кроме этого, все-таки радует, что мы в полном объеме исполнили бюджет, в том числе и те инвестиционные программы, потому что началось формирование бюджета по программному принципу, которые мы задачи для себя ставили. В том числе и начато строительство нового детского сада по улице воинов-интернационалистов. Это реализация проекта партии «Единая Россия. Детские сады и дети». В числе достижений социальной сферы было озвучено, что в Новочебоксарске все дети с двух лет обеспечены местами в детских садах. Александр Валерьевич, как удалось этого добиться и какие планы ближайшие и дальнейшие? Действительно, с 1 сентября прошлого года все дети с двух лет получили возможность посещать детские сады. Может быть, не все дети ей воспользовались, но это уже выбор родителя. Удалось этого добиться, во-первых, тем, что мы в предыдущий год ввели новый детский сад. Маленькая страна впервые за последние 20 лет в городе. И дополнительно к этому сами бюджетные учреждения приложили усилия по наполняемости групп и по открытию новых трех групп. Наполняемость групп позволила решить этот вопрос и позволяет решить его и сегодня, потому что задачи стоят более серьезные. И мы сейчас стараемся, чтобы те детки, которым исполняется два года, тоже ходили в детский сад. Также с 1 сентября 2013 года вступил в силу новый закон об образовании в Российской Федерации. Решение о размере родительской платы за садик принимают органы местного самоуправления. Расскажите нам, пожалуйста, из чего складывается родительская плата? Вот за что платят родители? За что платит бюджет? В соответствии с законом образования, действительно, с 1 января этого года разграничены доли ответственности бюджетной. Затраты, связанные с образованием, это в основном заработная плата, оплачиваются за счет государства. Затраты, связанные с содержанием имущества муниципальных бюджетных учреждений, это затраты муниципального бюджета. Затраты, связанные с присмотром и уходом, так называемая плата за присмотр и уход, это затраты родителей. Плата за присмотр и уход складывается в основном из затрат по организации питания. Кроме этого, это материалы для хозяйственно-бытового обеспечения и материалы для соблюдения личной гигиены. Мы слышали, что не все родители довольны тем, как рассчитывается плата за садик. Были жалобы, даже папа и мама завтра собираются выйти на митинг в Новочебоксарске. Чем вызвано это недовольство и какие меры вы намереваетесь принять в этом плане? Как найти компромиссное решение? Действительно, у нас еще с 1 сентября с вступлением в силу закона было определено соответствующее положение, которым была установлена месячная, по сути, абонентская плата за посещение детского сада. И, в общем-то, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь месяц эта система у нас работала и не вызывала какой-то особой обеспокоенности родителей. При этом система, надо сказать, все-таки привела к тому, что посещаемость детей в детских садах возросла. Но с увеличением платы за детский сад с 1512 до 1890 рублей этот вопрос стал как бы вопросом, который озаботил родителей. Но могу обрадовать наших горожан, наших родителей, которые посещают детские сады. Последнюю неделю мы достаточно плотно работали с Министерством образования и по его рекомендациям приняли и сегодня подписано постановление главы администрации, которым установлен размер родительской платы, взимаемых с родителей за присмотр уход за детьми в муниципальных образовательных учреждениях за один день в группах с 12-часовым пребыванием 86 рублей, за один день в группах с 10-часовым пребыванием 72 рубля. Должен сказать, что, по сути, это постановление вступает у нас, как бы, с учетом того, что оно улучшает условия жителей, оно вступает в силу и распространяется на право отношений, возникшие с 1 февраля 2014 года. То есть начислено на сегодняшний день эта плата будет из расчета платы в день. А все-таки за те дни, когда ребенок не посещает детский сад, ну, естественно, если он не болеет, а просто там решил, может, с бабушкой посидеть, да? За эти дни родители должны будут платить? Ну, я бы, наверное, все-таки дополнил постановление, что, по сути, принятие этого постановления само, если мы вот берем, раньше была плата 1890 на 12 месяцев, это 22 680 рублей, а 86 рублей на 248 дней, это меньше на 1552 рубля. По идее, с принятия этого постановления у нас еще и снижена плата за присмотр уход. Достичь этого удалось благодаря тому, что сегодня мы уже, как бы, имеем итоги двух месяцев работы. Предыдущая плата и то постановление, которое оно готовилось в прошлом году, это постановление принято сейчас, что позволило снизить эту плату в годовом исчислении. То, что те торги, которые мы провели по закупке продуктов питания, а именно продукты питания составляют основную долю в стоимости за присмотр и уход, все-таки вопрос пропуска детьми детских садов, он отдан на усмотрение детских дошкольных учреждений. Это можно предусмотреть договором. У нас есть ряд причин, которые как бы перечислены и озвучены. Сегодня руководитель детского дошкольного учреждения, по сути, наделен полномочиями по внесению изменений в этот перечень, но мы все-таки считаем, что в любом случае родитель должен предупредить детский сад о своем непосещении, для того, чтобы детский сад уже заказ на продукты питания скомплектовал правильно и приготовил правильно, значит, пищу. Мы считаем, что все-таки посещение детского сада связано и с введением образовательного процесса, и его пропуски, хочу-хожу, хочу-не хожу, они не будут способствовать введению нормального образовательного процесса для ребенка. И здесь мы в нашем постановлении, еще в том, которое действовало, предусмотрели дополнительные меры социальной защиты по отношению к малоимущим гражданам. Соответствующее положение разрабатывается. Все-таки мы делаем все для того, чтобы ребенок посещал детский сад в полном объеме. Александр Валерьевич, я правильно поняла, вы сейчас предоставили право решать заведующим детских садов, получается. Если родители договорились с заведующими, что у них ребенок сегодня, ну, допустим, три дня не будет ходить в садик, просто не потому, что он болеет, то они, если договорятся с заведующей, то могут не платить за эти деньги. Совершенно верно. И последний, наверное, вопрос на сегодня. Завтра вы встретитесь с родителями, и если будете с ними встречаться, что вы им намерены сказать? Ну, прежде всего, я хочу им сказать, да, я собираюсь принять участие в митинге, если там будет достаточное количество, естественно, людей соберется. Собираюсь сказать, что, в общем-то, те средства, о которых идет речь, они целевые. Они могут быть использованы вот только на те цели, которые я перечислил. Их нельзя будет использовать на какие-то другие вещи. Ими распоряжаются, они поступают напрямую в детский сад, на расчетный счет детского сада. Распоряжается им непосредственно заведующие детским садов. Мы договорились, что по итогам квартала все заведующие отчитаются перед нашими родителями о том, на что были направлены средства, собранные с них. В месяц сейчас они будут платить сколько? В месяц они в день будут платить 86 рублей. За февраль месяц 86 рублей умножаете на 20, получите сумму 1720 рублей. Заплатит он за февраль, а не 1890. Это вот то изменение, которое там произошло, о котором я говорил вверху. А за март 1890 уже? За март, если 22 дня умножаем на 86 дней, получается 1890. Я напоминаю вам, мы сегодня беседовали с главой администрации города Новочебоксарска, с Александром Валерьевич Сироткиным. Спасибо, Александр Валерьевич. А вам всего доброго. Спасибо. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин